приветствую всех меня зовут дядя митя ее зовут юля и мы сегодня находимся в центре гребли города воронеж одно из прекраснейших мест в воронеже тут сделали прогулочную территорию типа парка где вы можете прийти погулять посидеть семьей посмотрите какая красота нас ждет впереди также этот центр гребли поскольку я знаю по всем признакам европейских стандартов признан одним из самых лучших здесь можете поплавать на лодках на байдарках как они правильно к но и также здесь находится вот это вот все идут хранилища именно этих лодок байдара и всего остального раньше здесь была полностью разруха я сюда приезжал здесь можно было только погулять по асфальтированной невзрачной дорожки и вокруг стояли какие-то полуразрушенные дома типа тоже как лодки там можно было хранить не знаю но спортивные площадки такие все устаревшие а сейчас здесь уже стоят современные именно даже скалодромчик есть где не скалодрома где вы можете покататься на велосипедах специальных спортивных и на скейте на самокате на специальном опять же до молодежь должна развлекаться веселиться единственное но тут слева берега вот там есть заходит небольшой слева берега можно зайти и только чернавского моста она находится посередине прямо чернавского моста дамба раньше советское время сюда люди приходили ну поплавать есть старые фотографии мы смотрели здесь они только плавали мне кажется также вы можете с удовлетворением провести здесь выходной день свой вот он детская площадка довольно таки для маленьких детей а дальше будет помог для детей уже постарше там горки скалолазание какое-то есть наподобие что-то такое горки побольше горки побольше вот они идут да если вы здесь рядом проживаете можно прийти сюда можно приехать здесь большая большая парковка можете поставить свой автомобиль и не бояться то что с ним что-то произойдет здесь дежурит охрана который не пускает собаками так что так вот знаете это на будущее собаками здесь запрещено гулять не идите сюда собакам вот он детская площадка где можно полазить уже взрослым детям а здесь уже идут тренажеры современные как и во всех дворах останавливается на дальше идем уже будет именно спортивная где можно прийти поиграть баскетбол наверно как-то нужно по записи я не знаю то что там никого сейчас нету а может еще запрещено так как еще идет пандемия вот она спортивная площадка также здесь довольно таки красивый вид на город так мы находимся посередине нашего воронежского моря здесь очень красиво со стороны наблюдают есть дома там всякие разные большие маленькие интересные не интересные не со стороны очень смотрится красиво современно модно молодежно и чистенько все убрано мусор нигде не вода ледовая площадка можно сюда тоже прийти поиграть там не спортивная и ледовая видишь она все в одном универсальная так можно назвать ледовый большой центр где можно прийти и покататься на коньках потренироваться да можно детей отдать в секции кто увлекается к коньками танцами как они конькобежным спортом также здесь находится за моей спиной тренажерные залы очень красиво сделали именно такое место где вообще раньше ничего здесь не было и сейчас уже реально классно идешь прям и думаешь то что уже попал не воронеже идешь а где-то в европе где-то в другом месте в другой стране даже все чистенько все ухоженная красота даже есть бесплатные на и туалеты которые написано не не работают лавочки с видом на водохранилище на наши не очень красиво мне нравится то что идешь реально такие маленькие деревья которые карликовые еще не знаю вырастут они дальше не вырастут но довольно таки красиво смотрится современные подсветка идет дорожек тоже ночью здесь очень светло так пиццерия у нас тут всякое разное можно прийти да покушать перекусить если вы долго гуляете чего если родители привозят детей на какие-то тренировку ну да чтобы дождаться ребенка можно тут подождать его мышц того помнишь приезжали тут как раз шли тренировки а родители так сидели очень много родителей до поза подождать своего ребенка когда он тренируется можно посидеть здесь и перекусить вот в этой вот без названия столовки вообще такая спортивная зона именно класса тут никто не сидит ни пива не пьет не шикарно теннисный корт у нас тут есть можно теннисом позаниматься здесь летает именно спортивное настроение потому что здесь очень уделено спорту все я считаю это блин прорыв это круто то что такие вот такое место красивое так все-таки застроить тоже сделать красоту не шикарных вот хоккейная академия авангард а также здесь находится подвесной мост то что с нашим видео он не попал в подвесные мосты и вы можете прийти сюда именно прогуляться по подвесному мосту как было это в усадьбе как он не помнишь в усадьбе там тоже подвесной мост но здесь он более ухоженный и красивее выглядит он тоже подсвечивается это единственная вещь которая не заслужила реконструкции ну хотя бы парк закончился все его хотя подкрасили подкрасили подсветку здесь сделали моста ну да не шикарный мостик могли бы его дальше в общей концепции было плиточкой ну хотя бы ну тут наверно может нельзя при это асфальт снимать ну кто знает и что шатает чувствуешь коленки до может шатается даже вот мы вдвоем стоим на нем и он шатается посередине ходит туда-сюда наверное поэтому и нельзя на него плиточку покажет что он и центр гребли посмотрите как это все выглядит именно повыше просто мало таких мест в россии и воронеже чтобы именно так все было красиво сделано и она новая но конечно всегда будет смотреться пока новая у нас делали парки сейчас они уже требуют опять новые реконструкции так что пока новая можно гулять и получать эстетическое удовольствие от этого вот место для зрителей ну да вот он потому что вид ложи какие вот тут место для зрителей можно посидеть все будет видно особенно там наверху номер да не круто конечно таких мест должно быть больше и должны развиваться потому что даже у нас как бы воронеж все-таки современный город но мало таких мест которые вот развиваются хочется чтобы все так выглядело хотя у нас люди не заслуживают некоторые этого у нас люди хотят мусорить я не знаю что они там описывать своими супер графики чтобы это все было потом разбивать я считаю нельзя как-то надо наказывать прям камеры ставить и наказывать жестко прям как ты накажешь как-то определить что у сбербанка есть фейс айди вот через фейс айди вот пускай всех и наказывает кто-то сдал фейс айди он он не пойдет это делать я думаю в тот момент когда всех обязуют в порядке но поговаривают что нас хотят перейти на карточки пойдем там где деревья или вон там пошли где днк твоя будет ну да 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 я считаю так и должно быть потому что многие люди говорят то что я как же наша личность как же наша индивидуальность это все конечно хорошо но если ты не мусоришь тебя не наказывать не будут если ты не грабишь не убиваешь тебя тоже наказывать за это не будет правильно мне красиво тут прям вид на чернавский мост и такие дорожки звука дороги не слышно здесь одни чайки летает летает или птицы укрепление берега также здесь произошло вот видите кому привезли в городе страны можно еще такое увидеть чтобы было такое большое водохранилище которые сделали в она тысячи там девятьсот семидесятых годах начинали его копать и сейчас мы наблюдаем эту красоту и гуляем здесь вот в каком городе это можно еще видеть кроме как воронеже ни в каком я так думаю если вы знаете напишите в комментариях ниже а еще такой ухоженный аллее где можно реально просто погулять аллея отлично получилось шикарная даже я так сказал если вы здесь проживаете недалеко обязательно ходите сюда с детьми животных только не нельзя брать с собой как я уже говорил а также за приезжие кто приезжайте сюда и получаете также эстетическое удовольствие это как памятник но памятник парку я не знаю как правильно даже назвать природе где именно все сделано для человека и человека всем кому понравилось видео не забывайте подписываться на меня меня зовут дядя митя ее зовут юля мы всегда рады вам показать новое красивое что то что у нас еще делается и реконструируется и производится и все-все-все самое красивое и все-все-все самое в городе воронеже и в черноземье ближайшем не забывайте на меня подписаться всем удачи и пока